приветствую вас дорогие слушатели и зрители нашего канала youtube с вами екатерина леди шоколада это значит что вновь наша рубрика рыбный день где мы разоблачаем всевозможные мифы легенды а может быть и наоборот утверждаем их же между прочим 4 октября это международный день защиты животных безусловно братья наши меньшие всегда нуждаются в нашей поддержке нашей опоре в конце концов не они пришли на нашу землю а мы пришли на их землю сначала все-таки были звери а уже потом адам и его поэтому конечно же нам необходимо о них заботиться их защищать тем более что ну бывают всякие негодяи нехорошие люди которые обижают наших бедных зверюшек и к сожалению такие зверушки очень часто попадают во всевозможные приюты реабилитационные центры и так далее и тому подобное и вот у нас сегодня прекрасная девушка значит она волонтер центра реабилитации карантинного центра реабилитации диких животных велес который находится между прочим совсем недалеко от нас он находится в раппалово это рядом с токсовом и зовут ее вероника антонова приветствую вероника бодрого дня всем вероника вот центр реабилитации диких животных велес о нем очень многие слышали многие там даже побывали по телевизору очень часто рассказывают показывают его потому что обычно если находят какое-нибудь дикое животное бедное несчастное раненое брошенное то обязательно везут туда именно велес но он стал же основался там не так давно правда но смотря на на какими временными показателями мерить центр вообще существует с 2007 года 2000 года так что в принципе как центр ну десятилетие уже было в 2007 году был создан как объединение волонтеров а в девятом уже все получил свое название образован как нкао некоммерческая общественно некоммерческая организация а а почему так потому что все считают его как бы государственным многие говорят о том что она как бы государственная но почему да и катерин абсолютно право очень многие считают что центр государственной или государственной поддержкой потому что скорее всего в названии есть российский карантинный центр диких животных российскими на хотя это сто процентов волонтерская организация существующая только благодаря волонтерам почему решили создать и почему именно там опять же например это единственный центр в россии больше подобных заведений нет именно поэтому у нас например есть медведи с дальнего востока лисица сахалина ближе к дальнему востоку ничего чем петербург поселок рапалова не нашлось ну да опять же руководитель или центр решил создать потому что если животное попадает в какую-то критическую сложную ситуацию ему не поможет никто поэтому нужно чтобы центр был создан он был создан то есть изначально человек просто по доброте душевный скажем так из любви к животным решил создать там центр там какие-то были предпосылки насколько я знаю в рапалово раньше как раз примерно там же разводили мышей крыс потому что в рапалово было как раз как он называется правильно ну в общем то питомник где вот лабораторных крыс и мышей выращивают на опыты по этой причине то есть там были какие-то условия необходимые для организации этого центра то есть помещения какие-то еще что-то да нет ничего не на сегодняшний момент упомянутая вами заведение это наши соседи вот когда центр создавался он создавался и на энтузиазме и по инициативе и сто процентов за счет финансов текущего руководителя собственника центра александр борисовича федорова поэтому создан был полностью там как бы здания развалины были которые полностью ремонтировались создавались по как бы по стандартным именно карантинирование как оно должно проводиться в центре так что из руин создался центр а то есть даже не было никаких условий но вот это вообще интересно то есть на развалинах создали такое интересное учреждение и она благотворительная то есть вы существуете на пожертвования и даже если например на дальнем востоке вот до медвежата нашлись их вам сюда присылают то есть они даже никаких денег вам за это не платят и даже екатерин и не присылают а волонтеры центра собирают финансы на доставку на специальные клетки в котором очень строгие требования здесь в россии чтобы доставить этих медведей у нас например повторю жена с дальнего востока приехали гималайские медведи взрослые и вот абсолютно недавно тоже в специальных клетках тоже собирали малыши два бурых медвежонка с алтая так что никто нам их не присылает доставляем тоже за счет доброй помощи вообще я в этом плане немножечко в шоке потому что уникальные виды животных да тем более диких это же мы не говорим о домашних животных потому что домашних книжных да потому что за домашних животных ну понятно их в первую очередь за них несут ответственность их хозяева а когда мы говорим о диких животных за них как бы несет ответственность ну вся страна скажем так да государство в первую очередь почему государство не создает такие центры ну я понимаю что может быть они не могут вас финансировать но почему они не создадут такие центры вот мне вот это вот очень удивляет это мне кажется это отличный вопрос и как вот волонтер центра все вот например начинающие волонтеры задают с этим вопросом потом этот вопрос ну как-то зависает почему это не создается но это так до сих пор не создается и уже потом когда он как я например уже многолетний волонтер уже даже этим вопросом не задаемся прямо им что зиким животным надо помогать и помогаем просто не создаются подобные центры финансирования а если возможность участвовать в каких-то конкурсах чтобы получить грант например финансовую какую-то поддержку удавалось вам Безусловно. Разделимся, например, если возьмем только финансовые, какие-то конкурсы, например, конкурс на президентский грант, центр его получил, участвовали в конкурсе в прошлом году, президентский грант получили на этот год, также мы, например, участвовали в конкурсе такого СМИ, как «Медуза», это конкурс на рекламное пространство, которое занимает постер Велеса, в течение года мы его выиграли три раза. Да, мы стараемся, безусловно, участвовать в подобных конкурсах, опять же, по мере возможности, обязательно. То есть какие-то денежки все-таки удается получить, потому что, мне кажется, если на корм как-то можно еще собрать, у вас с этим проблем нет. Я вот была несколько раз в центре, обычно яблок всегда много, всегда много хлеба, хотя хлеб все-таки не рекомендуется давать животным, сухари, если только высушенные. Ну, у нас просто разделенный, например, такой момент, что если это сухари, это птицам, если это батоны, то они обязательно идут медведям для набора веса перед спячкой, например, сейчас. То есть можно, да? Только для набора веса и только сейчас. А они прямо в спячку действительно у вас впадают? Абсолютно, да, такая спячка. У нас есть такая медведица, бурая медведица Тоня, у которой даже своя есть такая технология входа в спячку, что она заходит в свой домик, в свою нору. Изначально там лежит сено, она туда заходит, вход закрывает сеном и на 3-3,5 месяца уходит в спячку. Это еще такая, не беспокоить. Да, молодец какая. А вот расскажите, пожалуйста, вообще, какие животные у вас есть сейчас? Животных на сегодняшний момент более 160. Это все животные, все виды животных, которые обитают в Ленинградской области в лесах, плюс также краснокнижные животные, например, гималайские медведи, о которых мы уже говорили. Из видов животных, которые в Ленинградской области, это и лисицы, и многочисленное просто количество, и енотовидные собаки, только бурых медведей 13, лосей 5. В общем, все виды животных Ленинградской области. И из необычных для России животных, это африканская львица, нильский крокодил, павлины и такие тоже животные. Есть также абсолютно разные виды, очень много хищных птиц, еноты, также не обитающие в России, рыси, очень большое количество животных. То есть получается, что если где-то обнаруживается какое-то несчастное животное, причем оно, я так понимаю, не всегда обязательно раненое, но может быть абсолютно здоровым, звонят вам, больше же некуда позвонить, да? Звонят вам и берут, и вы всегда берете или не всегда? Абсолютно просто разные ситуации бывают. Вот правильно сказали, что не всегда это раненое животное, безусловно. Например, если это конец зимы, весна, очень много звонков по животным-сиротам. Это малыши, у которых или браконьера маму убили, или это какая-то автовария, или просто люди малышей изымают из природы, думая, что он потерялся. Он не потерялся, просто мама в нескольких десятках метров ходит. Так что абсолютно разные ситуации, да, безусловно, звонят центру. Не во всех случаях мы животное, к сожалению, можем принять, потому что, если это какое-то, например, большое по размеру дикое животное... Возьмете жирафчика! Вот, даже к теме вот слона, например, что наш вариант слона — африканская львица, которая, например, морозы до минус пяти может выдерживать, и поэтому сейчас ей в очень таком ускоренном темпе строится зимний её дом с отоплением. И, например... Жакузи! Да, чтобы построить один вольер для медведя, это, ну, более миллиона рублей. Более миллиона? Для одного медведя. Поэтому не всех животных центр, безусловно, может взять. Конечно, волонтёры очень помогают, но суммы огромные, и самые большие суммы — это строительство вольеров, загонов и так далее. А я не понимаю, а почему не Ленинградский зоопарк, например, медведей? Ну, почему как бы... Тоже частый очень вопрос. Во всех зоопарках России животные обитают на какое-то постоянное их присутствие, животные с документами. Это животные с родословной, это животные племенные. К нам попадают животные, которые не нужны никому. Это животные без документов, это животные, как наша африканская львица Эльза, которая почти контрабандой приехала из Чечни сюда в Россию как подарок. Нильский крокодил на гражданке, на помойке которого нашли. Ну, без документов все. Боже. Вот так, да, идешь на помойку, мусор выносить, а там такой крокодил выползает. Вот здесь что поесть-то, а? Вот именно так. Почти так и было. А ведь кому-то его подарили, крокодилу, типа, вот на тебе подарок там на день рождения, на юбилей, да? Ну, скорее всего, потому что его нашли, когда он был размером еще с ящерицу, его нашел дворник. Потом он поднес к ветеринару, и мы сказали, нет, это не ящерица, это нильский крокодил. Ну, скорее всего, да, человек завел, потом понял, что нильского крокодила нужно кормить, вырастает он, может, даже до 7-8 метров. Ну, это вообще дикость, конечно, вот мы говорим о каких-то человеческих, да, взаимоотношениях, а, ну, извините, это, по-моему, это дикость вообще, в принципе, подарить дикое животное кому-то, да, не спросив. А потом еще и как бы, ну, выкинуть, ну, не знаю, ну, вот мне вот на самом деле, вот кажется, вот это тоже идиотская ситуация. Я, например, категорически против цирков и зоопарков, ну, в том плане, не то, что я считаю, что их всех надо закрыть, да, но я против того, чтобы специально выращивали животных для тех или иных нужд, то есть специально покупать где-то там льва, чтобы он, значит, развлекал людей на арене цирка, да, или специально там размножать, там, не знаю, еще кого-то, чтобы поместить в зоопарк. Я считаю, что это должно быть как бы такой вот, может быть, даже островок спасения, то есть, ну, да, нашли, допустим, раненого медведя, выходили его, да, он не может жить в свободной среде, и тогда его передали в цирк, то есть это возможность для него выжить, да, или там в зоопарк. То есть вот с такой целью я оправдываю вот существование и цирка, и зоопарка, но когда вот специально, да, вот как вы говорите, с родословной документами должны быть в зоопарке, то есть из поколения в поколение, да, эти несчастные, да, медведи, жирафы, обезьяны живут в клетке, ну, вот это вот, мне кажется, очень ужасно. Но с документами. Да, ну, с документами, вот это, мне кажется, жутко, а какая разница, ну, если медведь, допустим, его обследовали, он здоров, бодр, свеж, и всё у него в порядке, да, ну, допустим, он по каким-то причинам не может жить на воле, почему бы его как бы не отдать в зоопарк? Ну, вот, это странно. Очень хороший вопрос, но вот опять же... Останется без ответа. Да, у нас ситуация в центре противоположная, потому что у нас есть два медвежонка, ну, уже подросший медвежонок по полтора года, которые к нам из цирков попали. Один медвежонок, это у нас бурый медвежонок Умка, и маленькая девчонка-медвежонок Даша. А как они попали? Вот опять же, например, Даша наша с одним глазом. Спасибо дрессировщику цирка большое. А на дрессировщика в суд подали? Насколько мы знаем, дрессировщик был уволен задним числом, и по этой причине, ну, жестокое обращение с медвежонком. Вот такой вот у нас медвежонок, потом у нас медвежонок Умка, которого цирк выгнал. То, что он не подходит по характеру для циркового медведя, он очень такой своенравный, очень злой, как нам сказали, сейчас очаровательный парень, общается со своими ровесниками, к людям достаточно лояльный. Просто кто-то не нашел подход. Или не хотел его искать. А при этом, вот я призываю всех людей, при этом мы с вами ходим на всевозможные шоу с братьями Запашными, которые вот с тиграми, львами и прочими дикими животными развлекают наш народ, да, и, насколько я знаю, они очень именно жестоко их дрессируют. Потому что, ну, я, с одной стороны, я их понимаю, да, потому что это дикое животное, да, и к нему надо быть, может быть, жестче, да, чем, потому что иначе он тебя сожрет. Но вообще, а кому это надо? Вот я, например, в цирк не хожу. Как раз по той причине, потому что я не могу смотреть на издевательства над животными. Я последний раз, когда была в цирке, я помню, значит, собачки выступают, пудельки, по-моему, выступают, выступают, это что-то там одна собачка отстала от всей толпы, и к ней подходит дрессировщик, она аж вжалась просто в арену, просто вжалась, потому что она, видать, привыкла, что ее бьют. Но он такой демонстративно ее погладил, вот, и типа, давай-давай, догоняй. Вот, то есть, и, ну, как бы после вот этого я в цирк ходить не хочу. И призываю всех не ходить в цирк, где есть животные. И, кстати, очень многие страны мира к этому призывают. Только в России у нас любят развлекать детей несчастными животными. И во многих же странах мира, если мы про цирк говорим, это цирки, акробаты, клоуны, без животных. Очень красивое, тоже можно сделать шоу. Я тоже предпочитаю гимнастов смотреть. Воздушно. Да, вот это все вот, ух ты, вот так смотришь, вау. Вот это другое дело. Вот хотелось бы более подробно, Вероника, с вами поговорить по поводу тех людей, которые как раз вот вкладывают свои силы, душу, деньги в центр реабилитации диких животных Велес. Я знаю, что все-таки есть какие-то люди, которые получают какую-то зарплату. Это ветеринары, да, наверное, кто-то еще? На сегодняшний день в центре три сотрудника. Это два зоотехника, один ветеринар. Это да, это сотрудники, которые получают зарплату. Обязательно в центре, потому что нам часто, например, звонят, спрашивают, а в центре кто-то будет? В центре кто-то. Есть 24 часа в сутки, потому что в центре, опять же, присутствует и операционная, где проводятся операции, включая ночное время, и многие животные, которые, например, на капельницах, на каких-то обработках, поэтому в центре все время кто-то из сотрудников всегда присутствует. Да, вот три постоянных сотрудника, остальные все волонтеры. То есть волонтеры, они просто периодически приезжают, как-то ухаживают, да, помогают, убирают и так далее? Абсолютно разные виды фронта помощи, начиная, что, например, к нам приезжают ветеринары-студенты, которые ассистируют, например, нашему ветеринарному врачу. Также люди, которые на текущее время работают ветеринарами, приезжают, помогают. Но большинство, конечно, волонтеров, работа у большинства волонтеров не связана ни с животными, ни особенно с дикими. Абсолютно люди разных сфер деятельности, разного абсолютно возраста помогают тоже по абсолютно разным фронтам каких-то работ. Это и участие в благотворительных ярмарках, это кто там, вот рукодельники. И, например, наш благотворительный рок-фестиваль — это рок-музыканты. Автоволонтеры у нас есть постоянные, также на какие-то, например, срочные дела, что, например, нужно ехать. Например, у нас волонтеры поехали, вот позвонили нам за 400 километров маленький лосенок, егерь звонит, нужно забрать. Поехали наши автоволонтеры. Также, например, серебряные волонтеры, волонтер-пенсионеры, которые нам тоже очень помогают, например, перебирать яблоки, овощи, фрукты. Например, школы, детские садики помогают и с уборкой, с заготовкой веток. Также мы ездим, тоже автоволонтеры, автоколонны. Помогает нам также грузовой транспорт, например, когда мы за белым хом-ягелем на Карельский перешей, где северных оленей ездим. Это, в общем, и уборки, и стройки, абсолютно огромный фронт работы. Также огромное количество абсолютно разных волонтеров. Эти люди, может, в обычной жизни никогда друг с другом не встретились. Вот в Велесе встречаются абсолютно разные люди. А вообще волонтеров вы как-то, ну, всех берете или вы как-то там тестируете, собеседование проводите, конкурс, да, кастинг на должность волонтера? Ну, единственное, моменты как бы законодательные такие, что, например, если волонтер несовершеннолетний, он обязательно должен, если это помощь какая-то на территории центра, присутствовать или в сопровождении родителей, или с совершеннолетним сопровождающим при наличествующей рукописной доверенности на этого сопровождающего. А так, в принципе, кто хочет, может помочь, всегда добро пожаловать, всегда очень приветствуются. Рук всегда не хватает, всегда сами жалеем, что у нас только у всех по две руки. Так что всегда всем очень рада. Ну, вы ведь стараетесь все равно по возможности выпустить в дикую природу животных, которые прошли реабилитацию, вылечились, здоровые? Основная цель центра – вылечить животное с возможным выпуском. Чем меньше животных в центре будет, тем, безусловно, лучше, потому что животным диким в лесу, это их родная стихия, им, безусловно, лучше. И в центре присутствуют животные или, которые скоро будут на следующий год, например, выпускаться, или это животные, которые без помощи человека никак совсем. То есть, которые остаются у вас и живут всегда. Да, именно так. Ну, это очень грустно, конечно, что не все находят путь домой, в свой родной домик, в лес, что многие все-таки остаются. Хотя, может, им там лучше, что их кормят, поят, ухаживают, развлекают. Мед, батон, фрукты. Да, да, чьё бы не жить-то? В лесу-то добывать самим всё приходится. Тут всё готовенькое. Тем же тяжёлым лосям носить 300-500 килограмм своего веса, чтобы покушать ветки. Спасибо нашим волонтёрам. Десятки веток сами приходят, приносят, может, лежать, жевать, жвачку делать. Я просто смотрела, когда как-то сюжет по новостям рассказывали про этих нерп, которых Владожское озеро потом тоже выпускают после реабилитации. И как раз вот показывали, что как они не хотят уплывать. Они возвращаются. Возвращаются, да, что тут с человеком хорошо. У вас такое бывает, что раз выпустили, а он взял и вернулся, гад. Мы всегда, когда животное выпускаем, стараемся подбирать очень-очень тщательно место для выпуска. Подальше. Подальше от людей, чтобы животному там точно было хорошо. И стараемся, чтобы это, безусловно, была территория без охоты. Поэтому далеко на шеребетня уезжает. Уезжает в сезон, когда в лесах ещё достаточно корма. Так что стараемся в очень комфортные условия выпускать, чтобы уж точно им там было прям хорошо. А нет такого, что... Нет у вас, наверное, да, финансовой возможности как-то чипировать их, как-то отслеживать потом, как их дальнейшая жизнь складывается, где они? На сегодняшний момент, например, у нас где были предыдущие выпуски лосей, это частная территория, и там мы получаем информацию от владельца территории, как там лоси поживают. Куда, например, выпускаются медвежата, это совсем там территории, очень далёкие от человека, поэтому не чипируем. И, ну вот, например, опять же, если, например, на зарубежную практику сошлёмся, ну опять я всё по лосям, на лосиную практику, например, на Аляске, когда лось-сирота, тоже, который выкармливается, выпускается, на него одевается ошейник, не чипируется, одевается ошейник с датчиком, и этот датчик работает только в течение года. За лосём присматривают в течение года, как он передвигается и так далее, и так далее. Вот, и там ещё установлена специальная застёжка, чтобы потом данный ошейник сбрасывается. Либо, например, этот лось, если где-то, например, зимой статично находится, то тогда понимаешь, что, скорее всего, этот лось погиб. Также ведётся статистика, сколько из выпущенных животных выжило, сколько погибло и так далее. И также миграция лосей, тоже понимать, куда класть соль, подкармливать и так далее. У нас в России выпущенные животные не отслеживаются, именно с помощью чипа. Да, а что, у нас же их много, можно бесконечно выпускать, ловить, стрелять, охотиться. Что их там, отслеживать, правда? Да, у нас тоже, например, в центре есть бурая медведица, которую зовут Маша. Мы говорили сегодня про умку продаж, она их ровесница, тоже ей полтора года. Тоже такой очень нехороший случай. Да, вот можно охотиться и так далее, и так далее. Тоже такая ситуация. Подошёл охотник к берлоге, выстрелил маму-медведицу, убил. Вероника, в центре много животных. Медведи, лоси, альпаки, лисы, енотовидные собаки и еноты, которые, как оказывается, отличаются енотовидной собаке от енотов. Рыси, крокодилы, аисты, да? А ещё понеслись ещё павлины, северные олени, ослики, мини-хорсы, песцы, африканская львица, гималайские медведи. Гималайские? Да, гималайские, они такие смешные, они какие-то маленькие, толстенькие, да? Вот у них ещё, по-моему, здесь... Ну, они не то, что маленькие, они просто более компактные, чем буры, и, да, с белой бабочкой очень красивой. Да-да-да. И, кстати, говорят, что гималайские медведи, ну, вот из, скажем так, всех медведей, они подобрее. А, они подобрее, потому что они совсем травоядные. Вегетарианцы. Да, людей, в принципе, никто не ест, но гималайские более травоядные, чем буры. То есть гималайского можно завести дома, да? Это будет дом гималайского медведя, скорее всего. Кормить его капустой, морковкой. А что он, кстати, ест гималайский? Ну, в принципе, например, если возьмём рацион медведей, как минимум, ну, в центре 13 медведей, и, как минимум, каждый день каждому медведю, помимо остального рациона, например, нужно два ведра фруктов. Абаллитик. Также они к зиме. Буржуйские медведи, а? Батоны едят, также постоянно даём мёд, каша, курица варёная, рыба. В сезон едят дыни, арбузы. В общем, рацион у них хороший, поэтому они у нас очень хорошо выглядят. Такие плотные. Привередничают. Бывает такое, да, я сняла, заберите. Ну, сейчас, видно, не осознаю, что они к спячке готовятся, поэтому всё хорошо. Едят, да, в коня корм. У меня просто муж, например, рыбак, он любит ловить рыбу, но он знает все вот эти вот правила о том, что там, тогда ловить там того-то нельзя. Здесь тоже там, когда на нерест, ещё что-то. Вот. Но при этом, когда же нерест там у лосося, медведи как раз идут на рыбалку. А это же значит. Нарушают закон. А они ловят рыбку. На самом деле, такое забавное зрелище. Я как-то смотрела передачи про этих медведей, как они ловят рыбу и медвежат своих учат, как правильно ловить. Так смешно, забавно. А у вас там нет такого, что раз выпустили рыбу там в какой-нибудь там аквариуме, чтобы они её сами ловили. Нет, у нас уже рыба сама к ним приходит. Уже готовая. И вот тоже, например, к теме рыбы и волонтёрства. У нас есть, например, волонтёры-рыболовы, которые сезонно делятся, например, частью своего улова. Так что вот для медведей, для аистов, потому что маленькая рыба, небольшая такая по размеру, идёт аистом, помимо ещё медведей. Но там у вас аисты, они все на постоянку, или вы надеетесь их выпустить? Ну вот из трёх аистов надеемся, что на следующий год мы очень постараемся двух выпустить, попробовать во всяком случае выпускать. А один всё-таки останется, да? Будет детей приносить. А, кстати, к теме детей приносить. Наши аисты конкретно прямо детей приносят. Они ещё там плодятся? Объясню, почему. Не своих, а нашим волонтёрам. Да, у нас, например, в центре в 2016 году и в... А, в этом 2018-м состоялось две волонтёрские свадьбы. Ух ты. Да, вот в 2016-м у нас была первая свадьба, у нас... Свидетелем был медведь и лось, да? Не совсем первая свадьба у нас свидетели были, два гималайских медведей, поэтому у них на вольере висит замок любви у нас с 16-го года, и они охраняют вот нашу семью. Первая волонтёрская, у них уже прибавление, поэтому очень всё удачно. Без тебя аисты, молодцы. Аисты, да, тоже такая как-то традиция есть. Аисту давать соломинку, там, короткую, длинную, девочка-мальчик, наш аисты, всё правильно там спрогнозировали. Так что вот в 2018-м году, вот у нас в августе была вторая свадьба, у нас постоянно волонтёры из Москвы приехали, и мы специально свадьбу проводим с такими специальными прям традициями, связанными с животными. Ой, как круто! Так что вот, очень надеемся, что ещё прибавление ждём. Аисты напрогнозировали, так что... Ну, слушайте, это вот прекрасная возможность для, ну, скажем так, суеверных особенно людей, да, кто вот... Есть же люди, кто там иконом каким-то молятся, да, чтобы детей дали, ещё что-то. Вы приезжайте в Центр Велес, помогайте. Вот к Аисту подойдёте, за ним поухаживайте, он вам ребёночка даст. Вот, а кто знает? Вот, знаете, когда ничего не помогает, уже и на такие вещи. Да, вот, например, да, и вот, например, с давних времён тоже такая русская, очень такая традиция, прямо что счастливый, прямо мега счастливый знак, издалека увидит лося. А у нас их целые пять, рядом их можно прямо... Есть тоже такая традиция называется задобрить лося. В наших там можно задобрить пару десятков килограмм козьей ивы, задобрен. Также букет невесты тоже бросали, у нас его поймала лосих алюминька, съела, конечно. Но поймала она, так что тоже за мужество ждём. То есть алюминьку вы не выпустите уже, да? Нет, она достаточно домашненная лось, ну, частичная. У нас маленькая была. Да, частичная домашняя лось, далеко не каждый может к ней в вольер идти. Такая девушка с характером. Потому что она такая смешная, я за её историей наблюдала достаточно продолжительное время, да, с тех пор, как она попала, ей же, кажется, машина сбила. Не совсем. В 16-м году, вот в июне, когда, 12 июня 16-го года, её нам привезли из Новых Осирьков, здесь вот рядом как раз в Ленинградской области. Она ещё тогда, сейчас ей 2,5 года, тогда ей полтора месяца было. Её бездомные собаки, стая собак, отогнала от мамы лосихи. Мама куда-то, видно, убежала. Её погнали, начали кусать. Она побежала, начала тонуть в реке, рыбак её вытащил. В общем, 60% тела покусанная. Жидкость в желудке, поджелудочной. И выживает, считается, 20-30% повреждённой поверхности тела, у неё 60%. Ух ты. В общем, три клинические смерти, месяц под капельницей в реанимации. Изначально сказали, не занимайтесь трупом, а сейчас вон красотка букет свадебная ловит. То есть всё-таки кто-то поставил цель спасти её и сделал это дело? Да, волонтёры поставили цель. Вы же её возили, я помню, в клинику Филмарта, а там какие-то специалисты есть, которые могли ей помочь? Или почему вы тогда её возили? На сегодняшний момент, опять же, по лосям. Я, как лосиная мать, заявляю, что у нас в России 10 специалистов по лосям нету. И мы как раз с этим столкнулись в 2016 году, когда алюминка наша приехала. Может, в общем, знают, что лоси ферма, что лоси кушают в общем целом. Но ни каких-то деталей, ни показателей крови, ничего такого абсолютно. А с лошадьми кто занимается? Вроде как копытные? Нет, это абсолютно разные. Наш вариант это больше корова, потому что лоси называют лесная корова. Потому что они жвачные. Немножко там разные, даже не немножко, а очень разные. Потому что это парно копытные. Да, и вот тогда, в 2016 году, мы как раз начали изучать эту тему лосей. Потому что в России поняли, как бы специалистов нету. Вот тогда познакомились с специалистами Швеции, Канады, Аляски. Сейчас мы постоянно на связи. По скайпу даётся, да? В вайбере, на телефоне, в скайпе. Да-да-да, постоянно, постоянно. И у нас прям ваши друзья называются, тоже не коммерческая организация, волонтёрская, лосиная и мама Аляски. Вот такая вот. Есть на Аляске, которая специализируется даже на лосятых сиротах, на их выкорминках, детально всё по ним знают. Вот такие вот. Например, лосиные парки Швеции тоже нам очень много посоветовали информации. И вот оттуда мы знаем, почему лоси любят бананы. Хотя они и мартышки, бананов в лесах Ленобласти нет. Там калий, наверное, потому что много, да? Не то, что даже калий. И как минимум то, что они сладкие, что это грубая клетчатка. Также если, например... Это же трава-банан. Человек съест банановую шкурку, как ни странно, уменьшается количество раковых клеток и вероятность заболевания раком. Так что они знают, что есть умнее людей. Они такие глупые, да? Да. Вот на самом деле, мне же кажется, это большая проблема, связанная с тем, что животные разные, разных классов, разных видов семейства. И так далее. А обычно ветеринары все узкоспециализированы. Вот у меня даже дома, когда был там попугай, черепашка, крыса, их всех приходилось обследовать, лечить у разных ветеринаров. Орнитологи птицами занимаются, да, соответственно, крысами там кто-то ещё. Вот, черепаха, это вообще... Днём с огнём не найдёшь специалиста. Как ваши ветеринары справляются с вот этой вот сложной задачей? Вот именно поэтому мы постоянно, например, на связи. Вот опять же, повторюсь, по лосям у нас Аляска, Канада, Швеция. Например, недавно, ну, относительно недавно, в этом году к нам прибыл детёнышка Сули, которого зовут Борей. Борей. Да, как северный ветер Борей. Вот, и он тоже прибыл вообще совсем истощённый, ну, тоже без абсолютно без шансов. Опять же, в России нету специалистов по косулям. Ну, максимум там могут сказать, она косуля с такой-то скоростью бегает, столько-то веток съедает. Ну, нет, нам нужна программа выкармливания. То есть даже в зоопарке нету специалистов? Нет, абсолютно. Вообще это дикость какая-то. Это животные-сироты в зоопарке, этих животных обычно мамы выкармливают. Именно вот поэтому эта проблема такая очень большая. Вот, например, и по лосям, и по косулям. Это жвачные, у которых очень чёткая программа выкармливания. Если, например, медвежонок прибывает маленький в центр, он кушает, начинается трёх раз в день. Если это косуленыш или лосёнок, это девять раз в сутки кормление, включая ночь. Вот, и опять же, косуленыш наш прибыл, и мы сразу же на связи с Великобританией. Где есть специальный, например, центр, занимающийся косулями. Вот, опять же, это постоянно какую-то практику получаем, информацию получаем, постоянно сотрудничаем, своим опытом делимся. Так что, да, врачи, безусловно, узкоспециализированы. Но в нашем случае, что у нас должна быть информация по всем видам диких животных. Ну, вообще, как бы, да, вот, мне кажется, это ужасно. Ну, я понимаю, в обычной ветеринарной клинике может не быть специалиста в той или иной области, но я думала, что, может быть, хотя бы в зоопарке в нашем ленинградском есть специалисты всех областей, да, с которыми вы могли бы консультироваться. Ну, это вообще ужасно. Ну, немножко здесь наоборот. Мы, например, периодически я, ну, как бы, уже сейчас вот тему лосей с 16-го года изучила от и до. Какой раз предлагают прям кандидатскую написать. А почему бы и нет, да? Ну, я лучше это время лосям посвящу. И это достаточно большой объём информации. И не то, что нас консультируют. У нас спрашивают консультации специализированные заведения, что тоже очень удивляет, хотя вроде люди этому учиться должны были. А мы, как волонтёры, больше знаем, чем люди, которые на этом должны специализироваться. Странно. Странно. Да, как-то у нас много в стране нашей странностей непонятных. А почему вы для себя выбрали именно лося, как вашего талисмана, скажем так? Почему? Можно так сказать. Могу так сказать, что лось сам выбрал меня. В общем, в 2016 году, с чего всё началось, когда к нам вот как раз вот лосиху-люминьку нашу привезли, которая изначально, как сказали, повторюсь же, прибыл к вам труп. Не занимайтесь трупом. А вот всё-таки труп прибыл, труп дышал. Значит, этим трупом надо заниматься. Вот, и тогда сделали, вот опять же, волонтёры, когда она попала в клинику, ветеринарную клинику Филмара, потому что нам постоянно нужен был МРТ-аппарат, которого в центре нету, постоянные капельницы. Если достаточно большой лось на капельницах постоянно, то это постоянно кто-то с ним должен сидеть. И опять же тогда почти в течение месяца 24 часа волонтёры центра дежурили в клинике, сменялись мы, чёткий прямо график, как, что. Вот тогда вот мы начали изучать и показатели крови, и уровень глюкозы у лосей, что можно, что нельзя. Очень много противопоказаний по сравнению даже с кошками, с собаками, да, конечно. И даже с коровами, которые вроде такие же жвачные, но очень-очень много противопоказаний. Но сейчас зато мы по лосям прям вот молодцы, прям специалисты. Потому что раньше у вас был, ну он и сейчас, наверное, остаётся символ Велеса, это вот медвежонок, как его зовут? Сеня. Сеня, Сеня. Да, вот несчастный медведь с всевозможными там заболеваниями, которые очень долго лечили в итоге. Сколько он лет прожил? Не так много, да? Сеня в три с половиной года, к сожалению, умер, но в центре он больше двух с половиной прожил. И хотя изначально сказали, что пару месяцев он у вас проживёт, тоже как бы, опять же, как, например, с лосями тоже, не заморачивайтесь. А нет, надо было взять, даже Сеню выкупали. Вот, и да, Сеня – символ центра, и, в принципе, вообще, как медведь даже символ центра, потому что, например, на логотипе центра можно увидеть медведя и волка. И медведей самое большое количество в центре из всех видов животных. А вот скажите, такая вот печальная, может быть, тема, но, тем не менее, бывает такое, что всё-таки вам приходится усыплять животных, и вы понимаете, что, ну, действительно, нет смысла за них бороться, может быть, даже не то, что смысла, а, может быть, даже не хватает денег, ну, вот всё, никак. Или вы боретесь до последнего и не усыпляете? А по поводу усыплять и не хватает денег – это совсем вообще не наш вариант, абсолютно. Вообще никогда даже не рассматривается, потому что, ну, я, опять же, как волонтёр, мы волонтёры всегда делаем максимально возможное, чтобы это животное выжило, опять же, даже если это клинические смерти, даже если это дыхание отсутствует, глюкоза до нуля падает, мы всегда стараемся по максимуму. Безусловно, нечасто, да, приходится усыплять животных, когда видим, что всё, ситуация вообще безысходная, и животное нужно усыпить, но это буквально можно попасть в этот случай, посчитать. Я напоминаю, что сегодня у нас встреча с прекрасным волонтёром, с красивым именем Вероника, которая помогает Центру реабилитации диких животных «Велес». И 4 октября – это вообще Международный день защиты животных, поэтому мы их будем защищать от нас, людей. Потому что мы же обычно и причиняем им какой-то вред, какое-то зло. Вот скажите, пожалуйста, а кто вообще помогает? Вот кроме того, что есть ваши, ну, скажем так, постоянные, грубо говоря, штатные волонтёры, которым вы всегда можете позвонить, кто ещё оказывает вам какую-то поддержку, содействие? Ой, прямо вопрос, даже не то, что в тупик, конечно, завёл, но это просто абсолютно просто вот огромное количество человек. Например, последний где-то, наверное, год мы очень стараемся развивать, и коммерческие компании тоже очень подключаются, что у нас приезжают команды из коммерческих компаний на тимбилдинг. Не просто, это финансовая помощь, безусловно, привозят гостинцы, но также мы заранее согласовываем, это обычно 20-30 человек от абсолютно разных компаний, которые, опять же, с животными никак не связаны. Это и финансовые организации, и какие-то фабрики, заводы производственные, и автомобильные дилеры. В общем, абсолютно разные приезжают руками помогать в центре. И для них тоже эта деятельность вообще нетипичная, но прям вот очень хороший такой вот прям настоящий дилер. Приехали, найте вам веники, хватит вам в бухгалтерии сидеть, да? Абсолютно разные, да. Видите, веники, лопаты. Да, веники, гнилые. Он самый, да-да-да. Вот и, как оказалось, прямо вот очень хорошо сплачивает людей. Я тут просто недавно в интернете, буквально вчера, что ли, прочитала, что городская служба, ну, типа ЖКХ, решила наградить лучших сотрудников и подарить им 10 билетов в фан-зону, там, ой, не фан-зону, там, вип-зону на концерт Шнурова. Там, в общем, короче, 40 тысяч на это всё вбухали или там больше даже. В общем, я думаю, так надо было лучше этим лучшим сотрудникам дать лопату, Велес отправить. Сплотились бы прямо. Да, зачем деньги тратить-то, а? Ну, вообще там всяких директоров я бы как раз вот туда. Вот пускай метод убирают. И проштрафившихся каких-нибудь чиновников туда же пускай убирают. А, возвращаемся. Какие волонтёры, да? В общем, абсолютно разные. Вот, опять же, да, вот коммерческие компании. Также, например, у нас наши очень большие друзья. Это группа, называется «Взаимопомощь на дорогах 78». Это ребята-автолюбители, тоже волонтёрская группа, группа поддержки автолюбителей на дорогах какими-то проблемами. Если у кого-то аккумулятор сел, что-то такое. Вот, ребята к нам приезжают, в центре помогают, нас из снега выгребают. Если наши какие-то волонтёры другие застряли, из снегов оффроуда вытаскивают. Такие вот у нас есть волонтёры. Потом у нас есть, например, иностранные волонтёры. Тоже в центр. Так, если примерно очень сказать, наверное, приезжало волонтёров из 30 стран точно абсолютно разные. Все континенты приезжали. Тоже, например, какой у нас холодный год, 16-17 был, снег засыпало. Самые первые у нас приехали наши волонтёры из Штатов, из Канады. В минус 30 нас выгребали, сами синие замёрзшие. Да, ну вот нас, например, сгребали-выгребали. Также, например, постоянные автоволонтёры, которые, и не только даже автоволонтёры, а просто постоянные волонтёры, которые ездят на наше мероприятие, которое называется Ягель-день, которое у нас с 15-го года проходит. Такие серьёзные мероприятия, прям на целый день. Выезжаем от центра, автоколонна с грузовой машиной, едем собирать для северных оленей белый мух ягель. Олени же только ягель, да, ездят? 90% рациона. Это вообще кошмар. Да, едем собирать на Карельский перешейк. В центре постоянно тоже по разным фронтам работ волонтёры помогают. Абсолютно просто вот огромное количество. Я знаю, что школьники к вам часто приезжают, там детские сады какие-то. Подростковые объединения. Также очень часто тоже к нам приезжают ребята из детских домов, не просто на экскурсии, а помогать. И тоже у нас такая ситуация в прошлом году была, когда к нам трёх лосяток привезли, ребятки подходят к забору, говорят, они говорят, как мы, у них родителей нет. Я там сижу, крокодилово слёзы лью. Я говорю, ну смотрите, вот они растут, толстеют, вот какие хорошие. Вы такие же должны быть. Так что да. Ну да, сиротки, особенно когда маленькие вот такие. Они такие смешные эти лосятки, такие неуклюжие, два подлинные. Путаются в этих, морда такая большая, смешные. Так что волонтёры у нас кто ещё? У нас есть байкеры, волонтёры тоже приезжают. Тоже говорил, рок-музыкант, ребята, которые безвозмездно выступают на концертах. То есть собранные деньги идут вам на поддержку? И у нас, например, был внедорожный автопробег от центра Раполова-Выборг. И тоже все организационные взносы участника полностью переданы были в центр. У нас было 30 экипажей внедорожных. Ну абсолютно просто разные люди. Просто вот и по возрасту, по профессиям, по характеру вообще, по мировоззрению. Ну вот, например, в Ленинградском зоопарке есть такая вот фишка, что на некоторых клетках некоторых животных есть, что вот это животное, значит, под патронажем такой-то вот организации. Например, у вас такого нету, насколько я знаю. А вот и у нас такое есть. Теперь есть. Да, с конца 2017 года. Единственное, немножечко мы застопорились на лето с этой программой. У нас, да, есть программа опекунства. Сейчас, например, у нас под опекой изначально самые первые как раз опекуны. Это с конца 2017 года тоже наши огромные уже многолетние друзья. Организация «Бизнес молодой Санкт-Петербург». Вот такой как бизнес-инкубатор. Вот они, опекуны наших двух песцов. Песцы у нас, кстати, из пушных фабрик в Подмосковье. Сбежали? Один сбежал в Ленобласти, в Подмосковье, выкупали девушку. Не захотел стать шубой. Да, так что, например, опекун одной из наших альпашек, красавец девушек у нас, например, интернет-провайдер. Есть также физические лица опекуны. Ну, вот пока на лето небольшая пауза с программой. Дальше её продлеваем вот как раз сейчас, да, с осени. Продолжаем дальше. Также вот дальше опекунов искать будем. Ну, вот кроме, скажем так, физической помощи, финансовой, там, может быть, какой-нибудь информационной, вы вот принимаете корм. Вот скажите, пожалуйста, может быть, те люди, кто хочет к вам приехать в гости, хочет привезти корм, какой прежде всего нужен? Что нужно с собой привозить? У нас такая традиция есть. Ну, основной информационный ресурс центра – это группа ВКонтакте. Плюс очень дополняющий и с немножечко другой какой-то вот визуальной информацией. У нас также есть страничка в Инстаграме. И вернёмся к корму. Каждую неделю утром, пятницы, субботы и воскресенье на стене группы ВКонтакте вывешивается список самых наиктуальнейших нужд центра. И можно тогда вот сразу же посмотреть, что нужно, потому что, например, в течение недели, может быть, что-то привезли или что-то закончилось, мы этот список постоянно дополняем. Вот, ну, например, всегда это то, что нужно, это, например, собачья корма, всегда это фрукты, яблоки, груши, виноград, бананы, это всегда морковь, батоны. Это то, что нужно постоянно. Список также лекарств у нас указан, также инвентарь для уборки, строительства и тому подобного. В общем, каждое утро, пятница, суббота и воскресенье у нас на стенке в группе с 8 до 10 утра обычно в этот промежуток времени вывешивается список самых нужд. Группа называется Центр реабилитации диких животных Велес, правильно? Вконтакте, если мы говорим про группу, то проще, наверное, запомнить, это латиница Велес, нижнее подчеркивание, СПБ. Ну, просто, чтобы люди быстро могли найти. Я думаю, это один такой Центр, вряд ли, наверное, с таким. А, кстати, почему название Велес? Это вот изначально идея руководителя Центра. Велес – это же такое, скажем так, славянское божество, там что-то с этим мифологией связано. Да, связано, и это божество очень-очень плотно связано с животными леса. Вот оно что. Вот оно что. И как раз вот упомянутые ранее свадьбы, у нас же все-все-все традиции свадебные, вот тоже очень-очень славянские, старо-старо-русские, видно, уже сотнями лет проверенные, поэтому всё хорошо у нас. Поэтому браки крепкие. Да, именно так. Слушайте, а, кстати, вот допуслугу могли бы сделать, свадьба в Велесе, да. Да, люди платят деньги, например. Ну вот пока мы делаем, да, безвозмездно для волонтёров, чтобы, потому что подозреваем, что очень многие захотят такую свадьбу, но, опять же, что-то делать на потоке, и это будет тревожить животных. Нет, на потоке не надо делать, ну что, надо только... Вот пока мы только для волонтёров, как подарок, поддержка, оценка. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, как вот складываются взаимоотношения, например, с жителями Раполова? Всё-таки вы достаточно тесно живёте, да, и кому-то, может, это не нравится или, наоборот, нравится. Ну, периодически, в принципе, кому-то что-то периодически не нравится, например, вот выезды даже за мхом тоже периодически они кому-то не нравятся, несмотря на то, что собирается, например, мох для северных оленей абсолютно по инструкции, по ГОСТу, часто с согласованием лесничеством. И также, например, у нас есть в посёлке, как просто, вот отличные, например, соседи, которые периодически помогают, также люди, которым периодически что-то не нравится, в том числе и частично какая-то деятельность центра. Так что такие люди есть всё время, периодически, конечно, бывают, особенно осенью-весной, наверное, когда обострение такие. Вот, ну, всегда такие люди есть. Ах, слушайте, медведи, опять тут это, Ир, написали неприличное слово на заборе, да? Всё, бывает. Кошмар. Ну, знаете, вот про приюты, например, для, ну, обычно бездомных животных, там, собак, кошек, тоже вот рассказывают вот эти жуткие истории, когда вот даже пишут объявление, что не перебрасывайте, там, котят, щенят через забор, да, что они могут погибнуть просто. У вас бывает такое, что раз, подбросили каких-нибудь котят, щенят, там, волчат, не знаю, кого-то вот так вот бывает, да? Да, конечно, очень много хищных птиц подбрасывают, ежей подбрасывают, несмотря на то, что центр для диких животных. Это котят, щенков, и люди думают, что они как-то помогают, нет, не помогают, что они какое-то доброе дело сделали, нет, они не сделали ничего доброго. То есть и ежат ещё подбрасывают. А я помню, сюжет был про утят, да, что вот утят много вам привозили, потому что они там остались там без мамы, например, отбились от мамы или ещё как-то. Это даже конкретно чернить хохлатая, которая ест очень хорошо и ели мотыля, и эти все ребята уже всё выпускники, уже выкормились, уже выпустились, и утки обыкновенные, и чернить хохлатая наши все выпустились. Ну у вас же нету, да, какого-то такого детского сада для зверей, как вот показывают эти забавные мимишные видеоролики, когда там обезьяна выкармливают, текрят, львят, там вот это вот всё так мило, все вместе, все такие играют, дружат. Ну у нас просто животные достаточно разные, в том числе по размеру даже, но несмотря на это, например, у нас у каждого медведя и у наших трёх парней лосей, у каждого есть по своей кошке. По кошке? Да, у каждого есть своя кошка. То есть кошка приходит к ним туда, трётся об них, да? Может, из их миски есть, спит на их домике, у нас вот у бурой медведицы Тони своя кошка, у гималайских медведей, у нашего бурой медведя Потапыча, у трёх лосей у нас есть. Вот я же говорю, коты-скоты, они всегда найдут, вот приспособленцы, сволочи, эти кошки. Вот такой вот у вас есть. Никто на этой скакамиске поесть, где поспать. Ну у каждого своя. У каждого своя. Свой лось, да. Я представляю, такая, собираются коты на вечерней тусовке, а у меня вот мой лось. Да, мой медведь. Так что вот такое вот есть. Детского сада нет, потому что животные абсолютно разного размера, и, например, кто-то крошечный, и кто-то, например, большой, например, у нас маленький лось-цветик, которому 4,5 месяца он весит почти 100 килограмм. Например, маленький косуленыш, почти его ровесник, чуть-чуть помладше, чуть-чуть меньше, чем на месяц помладше, он весит 10 килограмм. Так что все немножко разные, ну вот жвачные, безусловно, они уживутся, но если кто-то совсем крошечный, то... Мне очень нравятся альпаки, они такие милые, такие кудрявые, такие смешные. Да, и обычно их еще к лету стрижем, и снимается где-то, наверное, сантиметров 20 шерстью. Ничего себе, а шерсть для чего вы используете? Пока мы ее не используем, но у нас поступили предложения сделать нить, связать что-то. Ну да. И вот у нас, например, в ноябре будет стартовать уже очередная благотворительная ярмарка к Новому году. Вот опять же чудесники-рукодельники своими какими-то творениями участвуют, и полностью, вот, 100% стоимости того, что вот будет продано, идет в питомцам центра. Вот такая, что, хорошо, рога продавать, вот сбрасывают лоси рога, продавать, там, в конце концов, извините, навоз тоже, может быть, для удобрения кому-то грядок нужен. Есть такое, например, вот даже тоже такое, как лайфхак, оказалось, что к нам приехали, говорят, не можете нам немножко, говорит, медвежьих экскрементов отдать. Мы спрашиваем, а для чего? А нам мужчина говорит, а я их разложу по периметру участка, чтобы лесные кабаны не прибегали. А-а-а, вот вам лайфхак. А у вас, кстати, кабаны, по-моему, тоже были, да? Три. Три. Такие хрюшечки смешные. Три кабана. Три кабана, ну, это здорово. Вот, на самом деле, ведь это действительно такой непростой вопрос с вот транспортировкой. Это получается из другого любого города, да, вот, как-то на самолете, поездом, машиной. Как вот обычно вы приводите всех этих? Абсолютно по-разному, смотря кто, во-первых, откуда. Если вот упоминали уже, там, Сахалин, Дальний Восток, это, безусловно, только авиатранспорт. Да, да, да. И, опять же, тоже говорили, что очень-очень жесткие требования к клеткам, в которых перевозят животных, потому что очень большая вероятность за долгий перелет эту клеточку разрушить, если это не по-стандартам сделано. Вот, медведи, это полностью сваренные клетки в них ездят. Также, вот, например, недавняя достаточная ситуация, она сейчас в центре, африканская львица Эльза, вот, которая в своё время летела на самолёте из Чечни. Вот, видно, какая-то ёмкость не та была, в которую она ехала, потому что, когда она приехала в Питер, она как-то выскочила полностью, подразрушила багажное отделение аэропорта. Вот, опять же, например, если это какие-то медведи бурые, те же, например, медвежатки на выпуск, это грузовая машина, но, опять же, специальные клетки, опять же, сварные. Все по-разному. Если это кто-то копытный, ну, за исключением лосей, это коневозы. А, то есть лосей не в коневозах? Нет, лося для коневозов высокие, и лосю разрушить коневоз. Но они вообще мощные животные, лоси. Там даже говорят, если вдруг авария какая-то на дороге, да, если машина въехала, всё, машина в смятку, восстановление не подлежит. Ну, тоже такое, как информация. Например, одним ударом копыта лось или разбивает череп человека, или насквозь пробивает грудную клетку медведя. Ну, что ребята такие. Очень многие думают, что флегматичнее, что такое. Вот, например, случай в Канаде. Фотограф ехал на машине, увидел лось, красиво стоит, думает, выйду, пофотографирую. Вышел даже, по-моему, морковку какую-то ему даёт. Лось морковку ест, он фотографирует. Морковка закончилась, копытом по голове, голова пополам, нет фотографа. Обалдеть. Помните нам всегда, что животные милые, но они всё-таки дикие животные. Кидай морковку и убегай. Он быстрее окажется. А как вот на самолёте перевозить, если нет документов? Например, гималайские медведи, которых мы перевозили, документы на месте. Вместе с представительством комитета оформляются. И вот мы так перевозили гималайских медведей. Также малышей, бурых медведей из Алтая тоже с комитетом всё согласовываем, перевозим. Как вылетела и прилетела африканская львица Эльза, которая изначально из Чечни летела сюда, в Питер, как подарок? Она в итоге без документов, не знаем, как она. Ну, за взятки у нас всё делается. На лапу дали, наверное. Поэтому, слушайте, ну это на самом деле очень интересно, потому что, получается, надо согласовывать с различными инстанциями всё это. Вам это тоже кто-то помогает в этом? Ну, этим в основном занимается руководитель центра. Если это медицинские какие-то документы, и, например, тем же, например, копытным, мы ежегодно сдаём, например, кровь, чтобы показать кровь и так далее. Занимается вот руководитель центра и ветеринар, безусловно, потому что все дикие животные, находящиеся в лесах, это собственность государства. И, опять же, вот, например, если это какая-то автоавария, человек сбил дикое животное, он должен звонить ГАИ, должен звонить МЧС, должен звонить комитет. Потому что, например, штраф за того же лося 80 тысяч рублей за сбитого. Ну да. Ну вот интересно, да, животное собственность государства. Но государство об этой собственности совсем не беспокоится. Вот это вот очень печально, к сожалению. И вот, Вероника, у меня к вам ещё вот личный вопрос. Всё-таки волонтёрская деятельность, она много времени занимает, да, сил, энергии, даже денег. Как ваша семья на это смотрит? Вообще, есть ли у вас время на личную жизнь, на семью и так далее? Безусловно. Как говорится, расставляйте приоритеты. Если приоритеты правильно расставить, всё будет хорошо. Так что, да, у меня, в принципе, семья абсолютно взгляды разделяет. Так что, если бы не разделяли, ну, совсем бы плохо была. Плохая семья тогда. Пришлось бы жить в Велесе. Так что, вот если приоритеты расставить, чуть-чуть себя поменьше жалеть, поменьше спать, всё успеешь, всё будет хорошо. А работа? Работа тоже хватает времени? Ну, всегда какие-то планы достаточно большие, всегда на что-то времени не хватает. Но всегда хочется всё успеть. Поэтому, опять же, вернусь и расставляем приоритеты. Так что, да, в принципе, хочется, чтобы и на хобби время хватало, и на семью, и на работу, и на животных, и на своё домашнее животное. Поэтому, да. В общем, вам тоже надо, да, найти себе волонтёра. Ну, или клонировать, или руки вырастить дополнительно. Там же. Ну, очень здорово, что вы занимаетесь этой деятельностью. Вообще, я очень рада, что существует такой центр реабилитации диких животных, как Велес, который помогает этим бедным, несчастным животным, на котором зачастую бывает всё равно всем. Зачастую сами же люди виноваты в том, что животные оказываются в центре. В большинстве случаев. В большинстве случаев, да. Поэтому, ну, иногда из-за невнимательности, иногда по глупости, а иногда и из-за жестокости. Поэтому мне очень хочется пожелать центру развития, чтобы всё у вас было хорошо, чтобы вы получали как можно больше грантов, чтобы условия у животных были как можно лучше, чтобы все были сыты, чтобы все были здоровы. Но, с другой стороны, хочется вообще пожелать всем нам и животным в том числе, чтобы вообще таких центров было поменьше. Просто потому, что все животные, чтобы жили в лесу и счастливы, и вы не лезли в их жизнь, не мешали им. И только-только в самых-самых крайних случаях они нуждались в какой-то помощи. Да, чтобы каждый жил в своём доме. Животные в лесу, люди со своей семьёй в своём доме. В своём доме. Ну, что ж, большое спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам, дорогие зрители канала YouTube. Слушайте. Желаем вам хорошего настроения, счастья. Любите животных, заботьтесь о них. И лучше заводите кошечек и собачек. Ну, попугайчиков можно с черепашками и хомячками. Не заводите себе львиц и медвежат. И вообще, на самом деле, поскольку вся деятельность коммерческая, на самом деле, является незаконной. Поэтому, если вы видите каких-то фотографов и прочих товарищей с дикими животными, то, я думаю, стоит позвонить в какие-нибудь следственные органы. Пускай они разбираются с этим делом. Ну, а так, желаю вам хорошего настроения. Целую вас, мои шоколадные, мои мармеладные. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok